При слове «Родина» мы вспоминаем дорогие сердцу места. Беларусь, роскошные леса, уникальные болота, голубые озера и чистые реки. Люди редко задумываются о том, что все это – природные богатства, уникальные, требующие особого бережного отношения, требующие охраны. В трудные времена, в момент ослабления страны, всегда находятся люди, желающие завладеть природными ресурсами. Так было совсем недавно, в 90-е, когда молодое белорусское государство еще только было создано. Из-за массового браконьерства численность животных и рыбы снизилась до катастрофических цифр. В лесах повсеместно встречались места несанкционированной вырубки, которые никто не контролировал. В начале 2003 года о проблеме браконьерства и быстрого сокращения природных ресурсов вслух сказал президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. А раз проблема признана, ее надо решать. Так охрана природных ресурсов стала приоритетной государственной задачей. Имея более 200 тысяч гектаров озер, 200 тысяч гектаров озер, трудов водохранилищ, 4,5 тысячи километров рек у нас, мы должны жестко взять под контроль государство эти процессы. Браконьеру мы вырубим под корень, чего бы это нам не стоило. Такое указание получил первый руководитель инспекции, офицер запаса Олег Викторович Яцкевич. Задача была ясна – сохранить. А вот каким образом, каким способом? Аналогов не было ни в Беларуси, ни в России, ни в других странах. Уже 27 января указом президента Республики Беларусь номер 45 на базе Департамента охраны рыбных ресурсов и охотничьих видов животных была образована Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь. Уникальная, не имеющая аналогов в мире организация. Президент, когда назначал и меня инструктировал, он инструктировал меня лично, он поставил конкретную и четко задачу – сохранить любыми путями, любыми средствами, создать структуру. И контролировать инспекция должна всех. Спустя 10 лет Государственная инспекция охраны животного и растительного мира Беларуси слаженный эффективный государственный механизм. В структуре помимо Головного управления 6 областных и 47 межрайонных инспекций. Всего 268 человек. Немного. Но при этом инспекция действует успешно на всей территории страны. Оптимально и эффективно – вот два главных организационных принципа, применимых к этой структуре. Наша структура, она и отличается от других тем, что мы напрямую подчинили главе государства. С одной стороны, подчиняемся закону, то есть в рамках закона работаем. С другой стороны, у нас как бы нет больше других руководителей, которым мы подчинялись, кроме главы государства. Задержание браконьеров, громкие уголовные дела, пресечение нарушений законов на любых уровнях – работа Государственной инспекции у всех на слуху. Но до ее образования ситуация была совершенно иная. По речке идешь, и человек сетки ставит и выбирает. А кто-то подплывает, скажет, он кричит, не плыви сюда, здесь мои сети стоят. Ну а сейчас уже в это время все боятся, даже услышит, что моторка идет, все все прачивается по кустам. Первые три года приходилось, что называется, сбивать пену. Выезжая на рейд, инспекторы были уверены – увидят браконьера. Я все ожидал. Я знал, что много браконьеров. Но когда я окунулся в эту воду инспекции, я понял, что я ничего не понимал. В одном из красивейших мест страны, в Белорусском Паазерье, находится Брасловская межрайонная инспекция. На ее территории – национальный парк. Озера в нем связаны протоками и реками в единую водную систему, по которой можно плыть целый день без остановки. Рыба в изобилии. Многие виды, особо охраняемые, занесены в Красную книгу. Когда-то это было излюбленное место браконьеров и любителей легкой наживы. Но сейчас ситуация кардинально иная. Браконьерствовать стало рискованно. Крайне высока степень попасться. Даже если удастся обойти инспектора, не дремлют местные жители. Горячая линия действует круглосуточно. Со временем она стала эффективным средством для получения оперативной информации. Оказалось, людям не безразлична эта проблема. В последнее время больше ориентируемся на информацию, которая поступает от местных жителей, от арендаторов рыболовных угодий. Особенно от рыболов-любителей. Они очень негативно относятся ко всем сетям, которые находятся в водоемах. На сегодняшний день почти на каждого инспектора есть еще общественный инспектор. Несмотря на то, что у нас малая численность, вообще реальных штыков гораздо больше. Люди звонят, постоянно общаются с нами. С февраля 2006 года появилась горячая линия, которая работает круглосуточно во всех регионах страны. Инспекция охраны животного и растительного мира слушает вас. На горячую линию поступил сигнал. Браконьер с сетями. Группа выехала незамедлительно. Как у вас обстановка? Замечен ли нарушитель? Протокол о нарушении законодательства отправится в суд, а за ним и нарушитель. Наказание за браконьерство неотвратимо. Именно в рыболовном хозяйстве выявляется больше всего нарушений природоохранного законодательства. Более 100 тысяч. Около 145 тонн незаконно выловленной рыбы изъято у браконьеров за 10 лет работы инспекции. Но ситуация улучшается. Если ранее инспекторами ежегодно изымалось более тысячи километров сетей, то в 2011-м всего 360. Количество электроловильных устройств тоже уменьшилось в два раза. Основная наша задача – это осуществлять государственный контроль за охраной объектов рыболовства, то есть водоемами. Практически охрану осуществлять должны арендаторы рыболовных угодий или пользователи. Сегодня рыбохозяйственная деятельность строго регламентирована. Создана система взаимодействия инспекции и других государственных институтов, общественных и коммерческих организаций. Начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь не просто заставь в кабинете. Вот и сегодня рейд в одну из областей. Бываю в каждом регионе, я имею в виду район административный, больше уделяю внимание тем инспекциям, где больше всего проблемы. Стараемся так, чтобы все работало в полную силу. Я говорю о людях наших, которые работают на местах. Они постоянно в лесу, в поле, на воде, и постоянно сталкиваются с абсолютно разными ситуациями. Что за зверь водится в белорусских лесах, дети начинают учить еще в школе. Знают и о необходимости сохранения баланса в природе и проблеме сохранения таких видов животных, как гордости Беларуси зубра. Кроме того, и лося, кабана, медведя, благородных оленей. Но в последние годы преподаватели уже не говорят на эту тему с сожалением. За 10 лет количество зубров в белорусских лесах увеличилось почти на 70%. Лося на 50%, оленя на 85%, кабана почти на 90%. Сохранили и приумножили. Это и есть прямые задачи госинспекции. Почему так? Потому что, с одной стороны, выполняется государственная программа развития охотничьего хозяйства, а с другой стороны, очень уникальный вот этот контроль. Когда-то вопрос стоял о расширении перечня видов животных в Белорусской Красной Книге. Ныне об исключении из нее. И о новых охотничьих лицензиях. Охотников в стране много, и дичи при разумной организации для любителей вполне хватает. Едут к нам и из-за рубежа. Если судить по лимитам на добычу охотничьих животных, то, например, на кабана 10 лет назад выдавалось в год около 5000 разрешений на добычу. Сегодня 28,5 тысяч. В Беларуси два заповедника, четыре национальных парка и 417 заказников. Страну заслуженно называют «легкими Европы». Около третьей ее территории занимают леса. Ценнейший источник пищевого, лекарственного и технологического сырья. У нас растет 41 вид особо охраняемых растений. «Лес – наше богатство» – для зеленой страны не пустой советский лозунг, а практически закон. Богатство – ресурс, который надо охранять особо. Были времена, лесовозы вывозили из Беларуси древесину практически бесконтрольно. Ныне это уже невозможно. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира подчинена непосредственно главе государства. А значит, она независима от местных властей. Мы выявляем тех лиц, которые осуществляют противоправные действия. Незаконно охотятся, незаконно ловят рыбу, незаконно срубают древесину, вывозят ее и используют в своих целях. И максимально стараемся принять меры, чтобы изменить в лучшую сторону ситуацию. Когда появилась инспекция, люди поняли – договориться не получится. Закон един для всех. А поначалу приходилось осаживать не только браконьеров, но и чиновников. Уголовная, административная ответственность, штрафы и лишение должности, неизбежное наказание за нарушение природоохранного законодательства. Более 20 тысяч нарушений в области лесопользования выявлено государственной инспекцией за эти годы. Привлечено к ответственности около 6,5 тысяч должностных лиц. Предъявлено штрафов и вреда на сумму около 50 миллиардов рублей. За цифрами статистики – работа людей, сотрудников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Долгая, ежедневная и нередко очень рискованная. Мы стараемся брать людей с подготовкой профессиональной именно в силовых структурах. Потому что нам доверено оружие, работа сопряжена с риском. И человек, поступающий на службу в Государственную инспекцию, должен представлять себе, что работа будет носить такой характер экстремальный. И иногда даже приходится с риском для своего здоровья и жизни. В один из декабрьских дней 2004 года четверо инспекторов, как обычно, совершали рейд в составе оперативной группы. Был среди них и Николай Гурин. В лесу, где часто бывали браконьеры, они заметили автомобиль. Мы остановились. Видно было, что подъехала машина к краю леса. Вышли люди. Я наблюдал за ними в бинокр. Три человека вышло. Потом машина разворачивается, поехала. Вернулась назад своей дорогой. В сумерке сгущались быстро. Инспекторы пошли по направлению к лесу. Я увидел зарево фары из-за горизонта поля. Через минут 30-40 уже очевидно увидел свет. Половина девятого вечера. Темно. Решили перехватить преступников на выходе из леса. Николай Гурин остался у дороги. На расстоянии 350 метров от него, на другой дороге, его товарищи. Произошел выстрел. И фара светила вверх. Луч упал. Таким был условный сигнал. Предупредительный выстрел вверх. Луч фонаря вверх и прямо. Значит, инспектор звал на помощь. На самом деле выстрелил преступник. А фонарь просто упал. Мы пробежали на выстрел. Видели, лежит Гурин. Никого нет. Автомат у ног. Фара светит. Никого нет. Инспектор Столбцовской межрайонной инспекции Николай Иванович Гурин не дожил две недели до своего 50-летия. За это преступление браконьер получил большой срок заключения. Но жизнь честного человека уже не вернуть. Государством инспектор Николай Гурин посмертно награжден медалью за отвагу. Это была единственная гибель сотрудника за время работы инспекции. В инспекции охраны животного и растительного мира немало людей, имеющих государственные награды, прослуживших на своем посту всю жизнь. Это работа, которую выбирают по зову сердца. Люди работают долго, потому что человеку работа эта нравится. Но вот за эти все годы, вот свои выслуги, где-то под 40 лет выслуги у меня, вот президент меня наградил за трудовые заслуги. Показатели работы пестрят цифрами. Но их смысл сводится к двум основным критериям. Природного богатства у страны, а значит у ее граждан, стало больше, а браконьеров стало значительно меньше. Еще важнее цифр тот фундамент законности, который сегодня заложен в основу природоохраны Беларуси. На нем строится будущее природных ресурсов, будущее страны. Что и говорить, ответственная миссия у государственной инспекции. Потому и люди здесь работают особые, не безразличные. А 10 лет, когда мы стали подходить к этому рубежу, несколько цифр назвать. Это порядка 2,5 тысяч изъятого незарегистрированного оружия. Это порядка 7,5 тысяч километров сетей. То есть, словом, если сказать, это от нашей столицы до озера Байкал и далее. И порядка 25 миллиардов штрафов, которые наложены. Сегодня в разы увеличилась численность диких животных. Увеличились рыбные запасы в водоемах. Проводится контроль за лесными угодьями. К нам уже едут охотники и рыболовы из ближнего и дальнего зарубежья. Едут туристы со всего мира. И мы с гордостью показываем свою страну. И знаем, что мы сами, наши дети и внуки, сможем из шумных городов окунуться в тишину заповедной природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова